Друзья, всем привет! С вами Virtus.pro. Мы катаемся по Москве. Со мной Роман Резалюш Фоминок. Со мной Владимир Нолан Миненко. Йоу! Херсонский рэп здесь. И Марфл, как всегда. Мы любуемся видами московскими, наслаждаемся погодкой осенней, теплой. И просто кайфуем. Да, и просто кайфуем. Казалось бы, что в таком составе, ребята, мы могли бы просто запросто сейчас уехать в Киев. Или к Роджеру в Сочи. На самом деле, что мы собрались-то в машине? Мы тестим сегодня новую тачку Havail F7 и планируем отлично провести в ней время. Я, знаешь, чего я хотела тебя спросить? Вот мы все очень много путешествовали до ситуации в мире. Есть какие-то места, в которых ты еще не был и очень хотел бы побывать, но турниров там не проводили? Ну, я уже много где был, на самом деле, из стран. Конечно же, остались какие-то страны, в которых бы хотелось побывать, но я могу о них не вспомнить сейчас. Но, в принципе, мне очень бы хотелось попробовать что-то вроде пешей прогулочки по многим, как это называется, я забыл. Хайкинг типа? Ну, автостопом, да. А, автостопом. Ну, это, конечно, такая странная довольно-таки мечта, при том, что, ну, вот так вот. Не мечта, но хотелось бы попробовать. А где именно, по каким странам? По Америке? Ну, вот по Америке хотелось бы, да. Мне еще вот предложение от друга, так сказать, прилетело. То, что на Новый год он хочет сделать роутри по Америке, тоже двухнедельный просто, но это на тачке уже. Круто. Это тоже довольно интересно, как бы. Я был в Америке пару раз, там, где-то пять раз, но обычно это заключалось в том, что мы играли в доту и, как бы, никуда не выходили, не выезжали. Это тоже очень интересно. Вот такие вот у меня есть планы и куда хотелось бы. Вот Америка, наверное, это одно из всех мест. И еще Европа мне очень интересно. Тоже там по городам поездить и просто либо ходить, таким позаниматься. Ну, это очень много времени нужно бить. Это когда доту уже закончат. Ребята, давайте договоримся, что мы одним прекрасным днем, неделей и месяцем соберемся в своем месте. Возможно, даже возьмем автомобиль. Дай его катай. На Байкал. Нет. Ну, на Байкал это святое, но я думала, может быть, знаете, может быть, по Европе где-нибудь по это. Я только за. Водитель уже у вас имеется, как вы видите. И машинка. И машинка имеется. Сининкая, красивенькая. Поэтому можем выдвигаться. Все. Только границы должны открыть. Вован. Да. Немножко про карьеру твою хотела поговорить. Давай. Ну, тебя очень многие аналитики и фанаты киберспорта называют одним из сильнейших игроков в мире. И явно это не просто так. И если бы ты все время делал одно и то же, этого бы не было. Как ты находишь что-то новое? Какие-то фишки, знаешь, какие-то хитрые ходы? Как ты вдохновляешься? Может быть, тебе, я не знаю, там, большую часть всего подсказывают твитиммейты, тренер. Может быть, ты что-то смотришь, где-то вдохновляешься, черпаешь вот эти вот идеи. Как это происходит? Ну, часто это происходит после патчей. И ты как бы смотришь, какие вещи и идеи могут работать. Для тебя в голове ты как-то определяешь. И стараешься учиться чему-то новому, каким-то героям. Изучать других героев, ритм-билдинг, смотреть реплеи, как другие игроки это делают. Ну и как бы вот примерно вот так вот. Можешь изменить свой плейстайл, например. Но обычно, когда ты готовишься, ты смотришь реплеи, играешь в паблики. Очень много тренируешь именно своих героев, на которых ты хочешь выступать, которые тебе нравятся, которые ты считаешь, что будут они сильными в нынешней мете. И подготавливаешь их к турниру, говоришь, что вот это сильно, давайте пробуем. Если получается, то вы играете с этим. Если не получается, то вы отказываетесь и играете уже там по наработкам капитана, скажем так. Ну и короче, получается так, что ты все время в поиске идей новых, и ты все время… Ну конечно, ну игра же развивается, она не… Ну она не останавливается на месте, она живет… Дота живет своей жизнью, можно так сказать. Дота как жизнь. То есть тебе нужно развиваться. Игра живая, она простая, на каждый день она меняется, потому что игроки могут совсем странное что-то придумывать, и это будет супертоповое и рабочее. И ты с этим не должен закрывать на это глаза, а должен подстраиваться под это. И сам каждый день апаться. А если поговорить не о Доте, а о других игровых новинках, вот что из последних новинок тебе запомнилось? Может, ты попробовал, ну не обязательно ПК-игры, может быть, это PlayStation? Ну на самом деле я пытался играть в МК и FFU, так, ну чётно, еще я скачивал God of War. Кстати, как тебе? Играл у него, ну мне не очень понравилось, честно говоря. Red Dead Redemption я тоже скачивал. Да, все игры после Ведьмака, мне кажется, довольно такими слабыми, и я как бы уже не стараюсь даже что-то искать. Я вот жду выпуска 2021-го, это Cyberpunk и еще четвертого Ведьмака. Я хочу очень поиграть. А так из не киберспортивных игр, блин, ну можно порубиться там во что-то вместе, там поиграть в Crash. Crash Bandicoot. Да, посидеть. Такое развлечение просто. Но прям во что я могу залипнуть сильно, нет. Это я раньше, я очень, ну мне очень понравились две игры, это Ведьмак и Dark Souls 3. Я тоже вот наравне считаю обе игры в том-то смысле. Вот я их обоих проходил по пару раз. Супер топ вообще. Ну за Ведьмака Вован Петюнчик. Пэнс, Ведьмак. И Dark Souls ты сказал? Конечно. И за Dark Souls, котенечка. Ну ты во второе играл. Я во второе играл. В Dark Souls я, в общем, примерно одинаковые игры. Ну если Ведьмака я могу поставить себе режим прохождения просто, знаешь, сюжетку, то в Dark Souls там все забей. Там надо страдать. Там очень страдальческая. Там ты реально страдаешь. Возвращаясь к доте, Вован, если бы ты менял свой никнейм No One, на какой бы ты его заменил? Ну, мне нравится мой никнейм, зачем мне его менять? Ну давай пофантазируем. Ну нет, зачем? Ну все. No One забанили. Да, все. Больше ты не можешь его использовать. Нету. Во всех странах забанен. Ну окей. Кто ты теперь? One No. One No. Солидно. Хорошо. Ну это Вован стиль мысли. Он такой, он умеет. Ну мне просто нравится. Я его придумал как раз в какой-то момент. Ну идея, конечно, была... Ну ладно, что начинать, правильно? Мне мой никнейм нравится. Зачем мне его? У меня здесь он мне нравится. Но One это типа несравненный, да? Типа уникальный. Нет, No One это типа... No One. Ну переведи. Никто. Да, все верно. Ну ладно. Как вообще может быть No One, типа несравненно? Как никто другой? Я думала, типа наоборот, да. Как никто другой, как No One. Like no one else. Like no one else. Yes. Ну в этом-то и фишка, что можно интерпретировать как хочешь. Ну я так интерпретирую, что ты типа... Лючи. Мне конкуренция. Нулян. Нулян. Как говорит папа нашего друга Роджера, Нулян. Нулян. Вот, кстати, на Нулан бы поменял. На Нулан? Нуланчик. Нуланчик. Я забыл. Я уже ставил себе это. Нулан Джан я бы точно поставил. Нулан Джан, все. Офигенно. Роджер, привет. Можешь тремя словами описать свой стиль поведения на карте? Вот как ты играешь? Три эпитета себе дать. Агрессивно, умно и уникально. И богато. На Творс все время. В космос. Уникально это как Доминаторс на тролле? Ну тип того, да. Инсайд джокс. Есть какие-то навыки, скиллы, какой-то опыт, который тебе пригодился в реальной жизни? Вот то, что ты почерпнул из Доты, из своей карьеры, из своего опыта киберспортсмена. Выделить какие-то особи? Ну да, да, да. Что тебе вот пригодилось и понимаешь, что тебе это дала твоя практика в киберспорте. Это точно упорство, целенустремленность, охладнокровие. Я научился охладнокровию в Доте, расчетливость и… Я могу добавить, друзья, вот на самом деле первое качество, которое Вова сказал, упорство, это стопроцентная правда. Сколько раз мы с тобой какие-то активности пробовали, ну типа спортивные, да, там батут, коньки, там вот серфинг на Бали, когда мы с тобой дыхали и так далее. Если Вова чего-то не умеет, что-то для него новое, он… Бросает. Ну конечно. Ты до последнего трайхардишь и проходит там… Это не мое, я погнал. Да, ну у вас. Проходит всем немного времени и Вован, на самом деле, осваивает любой, любой навык. Это правда. Из-за того, что Вован упертый очень. Да, у меня суперспособность. Да, это правда. Вот я так не могу его, это реально твоя суперспособность. И хладнокровие, кстати, тоже. Это я давно заметила. Что, ребят, фотосик? Давай попробуем. Погнали. Я из люка еще ни разу не фотографировалась. Все, медийка прокачана официально, фотография у нас есть. Закрываем крышу. Сейчас бы в горы. Может, в горы. Что такое крыша это, да? Может, в Сочи. Ну что, ребят, мы, наверное, еще покатаемся с ребятами, полюбуемся видами, поболтаем. Но хронометраж заканчивается. И с вами мы прощаемся и советуем вам поставить лайк под этим видео. Написать в комментариях, какой Роман прекрасный водитель, как Вова хорош собой. И какая Мария прекрасная ведущая. И это тоже можно, спасибо. Но не обязательно. Спасибо, Владимир, благодарю, я запомнила. Ребят, всем пока, хорошего вам настроения и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.